Субтитры делал DimaTorzok Задыхаются от вони жители Власихи. Четвертый год пытаются выселить стаю собак, которых приютила сердобольная хозяйка частного дома. Привезли вот такие кости, выкинули все это. Вот это вот мухи, вот там сосиски просроченные. Семь лет без внимания барнаульская многоэтажка пришла в плачевное состояние. Управляющей компанией нет денег на ремонт. Лифт старый – это техника, которая требует, чем больше лет, требует не просто больше внимания. Из огня до в полы мя жители аварийного дома на Первой Западной по суду выселяют в разваливающийся маневренный фонд. Это называется нечеловеческие условия. Можно сказать, переселяют в бомжатник. В подъезде полы проваливаются, вкладка из-под окон выпадает. Бездомных собак в городе очень много, а людей, которые о них заботятся, крайне мало. Так жительница Власики приютила себя в доме больше 20 собак. Но вместе с лучшими друзьями появились и злейшие враги. Соседи, мягко сказать, не в восторге от сердобольной собачницы. Привезли вот такие кости, выкинули все это. Вот это вот мухи, вот там сосиски просроченные. Мухи, опарыши, вонят костей. Их по несколько раз в неделю привозят волонтеры для многочисленных собак Анны Терентьевой. О ней мы уже рассказывали. Прибавлялась и прибавлялась собак. Вплоть до того, что вешали в пакете. Маленькая собачка там бегает, снималась здесь с дерева. Соседи Анны с 17-го года терпят антисанитарии у себя под носом. Раз, мышь. Два, три, четыре. И у нее в зубах семь. Мам, зачем нам кошки? Черви, кишат. Если в холода еще можно потерпеть, с наступлением плюсовых температур жизнь превращается в ад. Опарыш, мух столько. Это все вылупилось. Это все благополучно летит вот на наши двери, на окна. Невозможно открыть. Запах такой, что дышать нечем. Все ночь боют. Лают. А у нас вот общий забор. У меня выходит детская спальня прямо на ее участок. Наша спальня с мужем. Открыть, проветрить просто невозможно. Это нереально. И нереально выспаться. На работу встаешь утром, полпятого. И вот нереально просто выспаться. Мое личное сугубо мнение, что это концлагерь для животных. В таком состоянии, в каком они содержатся, это раз. Второе, чем их кормят, да. Ну и третье, отношение к ним со стороны ее. Вот у этой собаки застряла в сетке голова, и у нее изо рта идет корм. Соседи неоднократно пытались поговорить с сердобольной, но девушка на контакт не идет. Жители обратились в управление по ветеринарии. Дошли до суда. Решение суда запретить Терентьевой Анне Владимировне по высшим назвам адресу содержать животных. Обязать ее вывезти в приюты временного содержания, либо в пункты передержки. Убрать продукты жизнедеятельности за животными и пищевые продукты, которыми она кормила на территории своего подсобного хозяйства. Суд обязал он вывезти животных до августа, но любительница собак подала апелляцию. Сроки сдвинулись. Но, как показывает практика, поясняет юрист, решение первой инстанции в этой истории устоится. И они все-таки придется переселить животных. Правда, не в августе, а в ноябре. Куда девушка планирует переселить несколько десятков собак? Узнать у хозяйки домашнего приюта не вышло. Дома никого, кроме животных, не оказалось. У вас несчастные случаи были? Нет? Будут! Помните отрывок из известного советского фильма? Так и в этом дворе. Вот детская машинка на пружинках. Интересно, по какому госту она установлена? Наверное, выяснится, когда, не дай бог, здесь случится несчастный случай. Лифт старый – это техника, которая требует, чем больше лет, требует просто больше внимания. Внимание требует и состояние подъезда, фасад дома и детская площадка. Больше года местные жители ведут переговоры со своей управляющей компанией. Мол, все рушится, а она ничего не делает. За 7 лет, вот сколько управляет компания, ни в одном подъезде ремонта, по сути, не делалось. То есть, вот, общаясь с жильцами, то есть, конкретно говорят, ни в одном подъезде никакого ремонта не делалось. Но у коммунальщиков своя правда. Руководитель управляющей компании разложила нам траты. Тариф на этом доме – 8 рублей с квадратного метра. За месяц набирается 64 тысячи. Этих денег, говорит руководитель, не хватает для должного содержания четырех подъездов девятиэтажного дома. Собираемой суммы хватит разве что на покраску стен. Сейчас ремонт подъезда стоит 140-150 тысяч рублей в зависимости от состояния подъезда и желания поменять почтовые ящики. Вот такая средняя цена у нас на рынке Барнаула, если работать хорошими материалами, делать, соответственно, хорошее качество. В управляющей компании подчеркивают, качественный ремонт возможен, но в нем тогда должны быть заинтересованы и сами жители. И собрать куда большую сумму для ремонта своего же дома. Ну а пока жильцы от такого варианта отказались. Жители аварийного дома на 1-й западной 47А должны переселить из одной дыры в другую. В старом доме эти дыры должны были вот-вот образоваться. А в новом дыру уже есть. Аварийщики, мягко сказать, не рады такому решению и настаивают на благоустроенном жилье. На десантарном условии пол проваливается. Вот это все следствие влаги, вот это вот, что стены разрушаются. Грибок. Грибок. Это однозначно без... Вот брестка воды идет в комнату. Здесь не надо быть профессионалом. Да, вода. Почему? Сделать и делать. Все капает. Силикатная 9А. Колоритненько. Об этом доме мы уже рассказывали. В него переселяют жители аварийных домов. Сейчас очередь дошла до жильцов разваливающегося дома на 1-й западной 47А. Люди в шоке. Это называется нечеловеческие условия. Можно сказать, переселяют в бомжатник. По-другому не скажешь. В подъезде полы проваливаются. Кладка из-под окон выпадает. Электропроводка вся висит по коридору. Там также висят и трубы все по коридору. Щитки не убраны старые. Но отвратительные условия. Полы проваливаются на первом этаже. Там латочки сделаны. Идешь и запинаешься об них. Износ дома на 1-й западной, где сейчас живут женщины, более 80%. Прошлым летом одна из жительниц чудом спаслась после обрушения потолка. Люди боятся, что и в этом доме их будет ждать та же самая история. Ведь даже визуально жилье на силикатной не внушает доверия. Мы будем настаивать на экспертизе данного дома. Это называется из огня до в полымя. По-другому здесь уже ничего не скажешь. Мало того, что здесь рядом промзона. Далеко до остановки и остальных благ, скажем так, цивилизации. Просто еще люди не учли, что у нас дети, которые учатся, есть несовершеннолетние. Ребенок несовершеннолетний абсолютно сюда не дойдет. Со школы и в школу потом идти. Я не представляю даже, как это можно сюда заселить нас с детьми. Выселяют жильцов с первозападной комитет ЖКХ города. Идут суды. Комитетом жилищно-коммунального хозяйства в суд были направлены исковые заявления к жителям квартиры номер 4, 10, 11 и 12 о выселении их в жилые помещения маневренного фонда. Всего должно быть предоставлено 5 помещений маневренного фонда. В ходе осмотра выяснилось, что практически все помещения маневренного фонда в городе Барнауле находятся в неудовлетворительном состоянии. В стенах домов находятся трещины, разрушается кирпичная кладка, антисанитария и прочие нарушения строительных норм и правил. Поэтому эти помещения, на наш взгляд, непригодны для проживания. Специалисты комитета ЖКХ нам пояснили, что жителям необходимо переехать в квартиры маневренного фонда на время проведения ремонта дома на Первой Западной. Специалисты комитета выступают против дальнейшего проживания жителей в квартирах, где есть опасность обрушения перекрытий. После проведения ремонта, приблизительно в течение 2-3 месяцев, жители смогут вернуться в свои квартиры или остаться в помещениях маневренного фонда. Кстати, представители комитета заверили, что весь маневренный фонд в городе соответствует всем жилищным требованиям. Квартиры отремонтированы, дома даже близко не являются аварийными. Посмотрим, что покажет экспертиза, которую будут заказывать жильцы за свой счет. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова